Итак, уважаемые коллеги, еще раз рады приветствовать всех, кто к нам присоединился, кто будет смотреть нас в записи. И сегодня у нас будет небольшая экскурсия по тем тайным местам печатных особенных источников, с которыми мы часто сталкиваемся, которые выглядят для нас как шифровка Юстаса Алексу. Это библиографические индексы, различные аббревиатуры, сокращения, то, с чем мы, особенно на обороте титульного листа, сталкиваемся, либо мы слышим эти названия, но не совсем понимаем, о чем идет речь. Поэтому сегодня у нас очень просто, легко, в духе нашего цикла «Библиография для небиблиографов» такая небольшая экскурсия, что чем называется, где находится, и чем это может быть нам полезно. С одной точки зрения, это как автором публикации, которым иногда приходится это делать самостоятельно, разбираться во всех этих индексах, аббревиатурах, понимать, что к чему относятся и куда писать. И для пользователей электронных библиотечных систем, чем нам это знание может помочь, например, при осуществлении поиска и какого поиска. Поэтому наши полезности сегодня для небиблиографов, специалисты могут немножко расслабиться, но, может быть, для них что-то тоже полезное будет. Еще раз напоминаю, коллеги, презентацию не забывайте забирать из вкладки «Файлы», она там лежит, вас ждет. И четыре вопроса, по которым мы сегодня и пройдемся. Четыре достопримечательности нашей экскурсии – это шифры, индексы, аббревиатуры, чего чем называется, классификационные индексы. У ДК ББК то, с чем мы сталкиваемся, авторский знак. И идентификаторы из БНДУ и то, что сейчас тоже мы часто пропускаем, упускаем из поля своего зрения, а на самом деле эти идентификаторы очень сильно нам могут помогать. И вот по этим четырем основным достопримечательностям мы с вами сегодня и пройдем. Но начнем мы с большого библиографического ребуса, такой вот загадки. Какая книга здесь зашифрована? На такие классификации могут прям даже до конца вебинара попробовать самостоятельно определить, что это за книга и хотя бы к какому разделу она относится. Ну и как видите, мы уже сразу сталкиваемся с этими загадками, как ребусы мы встречаем с картинками. Вот такой же для нас и большой ребус здесь. Ольга, не подсказываем в чат, пишем ответы во вкладочку «Вопросы». Если кто-то уже знает, это, как правило, уже профессионалы в области библиографы, они уже сразу с первого взгляда «О, я даже знаю, что это примерно, да?» Ничего страшного. Ну, подсказали и подсказали. По ходу нашего вебинара мы будем постепенно расшифровывать этот ребус. Мы пойдем, идем, как видите, немножко таким сложным путем. Не саму книгу индексируем, а наоборот, от индекса в обратном порядке. Но иногда нужно сломать шаблон для того, чтобы немножечко так составить свой мозг поработать. Да, ну я уже поняла, говорю библиографы уже сразу. О, я знаю, что это. Во вкладочку «Вопросы» можно писать прямо по ходу вебинара, потом посмотрим, кто у нас угадал. И от нашего великого... Сюда не пишем, во вкладочку «Вопросы», туда ответы пишем свои. Прямо по ходу можно какие-то дополнения вносить, менять. Все это можно делать там. А начнем мы чуть-чуть немножечко с другого, с первого вопроса вебинара про шифры, индексы, аббревиатуры. И те понятия, которые иногда вводят не библиографов, например, в ступор, когда говорят. Выходные данные, выходные сведения. А вот в макете аннотированные карточки. Боже мой, что это, где это? Проиндексируйте свою работу, определите авторский знак. О, Господи, что с этим делать и как с этим делать? Поэтому мы немножко в первом вопросе разберемся с этими понятиями, что это такое, зачем оно нужно и чем оно может быть нам полезно и самое главное, где в книге оно находится. Вообще источником при любой индексации является весь документ. Чуть попозже мы посмотрим, какие элементы являются. Но начинаем мы, как всегда, самое главное, как и при составлении библиографических описаний, это наш титульный лист. Уже здесь содержится масса полезной информации, вот как раз связанной с этими самыми терминами. Про серию. Обращайте внимание тоже, когда смотрите титульный лист, а не выходит, не является ли это издание сериальным или серийным, многотомным. Название серии, например, вот здесь часто пишется. И мы видим, что книга выходит в серии такой-то. Наоборот, с титульным листом мы это можем проверить. Для чего это нам нужно? Нам это пригодится потом, когда мы будем разбираться с ИСБН. Ну, вот себе на заметочку берем. А самое главное, что находится на титульном листе к нашей сегодняшней теме, это вот то, что называется выходные данные. Это один из основных элементов сведений, выходных сведений печатного издания. И выходные данные состоят из места выпуска издания, имени издателя или названия издающей организации, издательства и года выпуска издания. Вот это и есть выходные данные. Ну, примерно так это и называлось в библиографическом описании. Одна из областей, одна из областей так примерно называлась. Вот они находятся на титульном листе. И расположение печатных, выходных данных в печатном издании определяется ГОСТом. Издание выходные сведения. Сейчас действует новый ГОСТ. Раньше был у нас ГОСТ 704-2006. Сейчас другой ГОСТ в 2021 году уже вступил в действие. ГОСТ 20-го года. Он так и называется, издание выходные сведения. Поэтому вот можно, название ГОСТ я вам привела, где можно более подробно посмотреть информацию об этих выходных данных. Для книжных изданий это чаще всего нижняя часть титульного листа. И эти выходные данные входят в состав библиографического описания. И также эти выходные данные у нас повторяются еще и на обороте титульного листа. Но до него мы еще дойдем. А пока посмотрим, что у нас находится в самом конце книги. Вот здесь находятся тоже два важных элемента, которые могут нам помочь и в розысках наших книг, и в индексации. И вообще могут быть нам очень полезны. Это международный стандартный номер. Вот он. Теперь он печатается вот в таком виде. Видишь, трехкода. Вот он сам, ИСБН. Вот это и есть ИСБН наш. И выходные сведения. Выходные сведения, которые делятся на две части. Производственные технические характеристики издания. И выходные сведения, содержащие информацию об издательстве, типографии, адресах, контактах. Это тоже может быть нам полезно для составления библиографического описания. Например, когда мы с титульного листа не можем взять, например, название издательства, то тогда мы обращаемся в конец книги и смотрим информацию здесь. Здесь может быть указано и название издательства, либо место издания мы тоже можем установить по этой информации. То есть недостающую информацию для библиографического описания мы можем еще и здесь посмотреть. А вот производственные технические характеристики вроде бы нам ни к чему. Да, ну, мы на таком уровне не работаем с изданиями. Это скорее для книгоиздательских каких-то вещей. Но здесь содержится одна очень важная вещь, которая нужна всем, кому важна публикационная активность. Когда составляется список своих печатных работ, к диссертацию, когда готовим, мы же обязательно составляем список печатных работ, научных трудов. В электронном виде сейчас тоже включаем туда же. Либо преподавателям очень важно. Да, совершенно верно, Евгений, количество в печатных листах. Вот пункт, который мы указываем. Объем нашего научного труда, наших статей в печатных листах. И вот здесь тоже сталкиваемся с тем, что их нужно рассчитать, определить. А как это сделать? Есть разные... Можно вручную есть разные формулы, подсказывающие, как это сделать. Есть генераторы, которые нам это автоматически могут рассчитать, что гораздо проще. Но везде требуется ввести формат издания. И вот этот формат издания мы берем как раз вот отсюда. Вот он. Формат 60 на 90, 1 на 16. Формат может быть другой, вот здесь указан. Это вот объем нашего сборника, книги и так далее. Может быть маленький, может быть большой. Смотрим на вот это дробное число. Вот оно отсюда как раз и берется. Да, иногда это действительно в конце книги то, что у нас содержатся выходные сведения. Они иногда это содержат более полное раскрытие информации, которая дана на титульном листе или на обороте титульного листа. Совершенно верно, Евгения Юрьевна, мы это можем найти вот здесь. То есть это тоже часть, которую игнорировать не стоит. Обращайтесь к ней, особенно вот на формат издания обращаю ваше внимание. Для расчета своих печатных листов можно пользоваться генераторами, но там обязательно нужно вводить вот это дробное число. А в зависимости от этого и будет рассчитываться количество ваших печатных страниц, листов. По авторским знакам у вас одна и та же статья. Естественно, будет равна, но если она опубликована в одном издании и в другом издании с разным форматом, то, естественно, у вас будет разное количество печатных листов. А если мы пишем в соавторстве, мы же еще потом мы вычисляем процент, должны написать, сколько из этого количества лично наших, а сколько соавтора. Поэтому это вот очень важная информация, которая нам нужна. И которую мы с оборот как раз вот можем из конца книги-то и вытащить. И на обороте титульного листа содержится масса информации, которая нам полезна. Во-первых, это классификационный индекс УДК, ББК и авторский знак, который слева на странице, находится в левом углу. Информация о соавторах, других лицах, участвовавших в создании издания, рецензенты, редакторы. То, что идет у нас в сведения об ответственности, когда мы составляем библиографическое описание, если мы не ограничиваемся только первыми сведениями об ответственности. Вот это тоже мы можем подчеркнуть отсюда, дополнительная информация. Это для сведения об ответственности. И, наконец, макет аннотированной карточки. Что это такое? А, это вот эта вот часть. Заголовок, заглавие, библиографическое описание, причем где-то оно дается более расширенно, более полно. А вот здесь вообще краткий вариант приведен. По-разному они приводятся. Номер из БН, краткая аннотация и вот эти индексы УДК, ББК, которые напечатаны в правом нижнем углу. В принципе, это информация для библиотекарей, для каталогизаторов. Но, как правило, библиографические описания, откуда они библиографы берут? Ага, из макета аннотированной карточки. Но, коллеги, во-первых, перепроверяйте всегда и форматируйте под новые требования ГОСТа. Потому что книги старого издания, они, естественно, в 13-й год, конечно же, он составлялся по старым правилам, и мы всегда будем сталкиваться с тем, что есть сокращения. Не везде знаки предписанной пунктуации у нас расставлены правильно, но в том плане, что опускаются пробелы, а они должны быть. Поэтому здесь требуется соотношение. Но хотя бы структуру мы отсюда подчеркнуть можем. И слегка доработав. Знак СБН мы берем. Да, все замечательно. Причем международный стандартный номер, вот он в двух местах еще пишется. Это тоже не случайно. Ну и знак копирайта здесь проставляется тоже в обязательном порядке. Вот структура оборота титульного листа, где находятся наши знаки и какую еще дополнительную информацию мы отсюда можем получить. Источник информации, содержание книги. И да, Евгений Юрьевна, совершенно верно, аннотация для небиблиографа, она не нужна нам для составления библиографических описаний, но мы все равно ее читаем, чтобы понять вообще, а стоит ли читать всю книгу целиком, а относится ли она сюда. Преподаватели очень часто читают по аннотациям, прежде чем взять книгу в работу, включить ее в список основной или дополнительной литературы. Отборы содержания мы потом, конечно же, проверим и прочитаем, но вот первый отбор, естественно, он будет идти по аннотации. Ну и целевое назначение тоже. То есть здесь массу информации мы можем подчеркнуть. Но самое главное – это вот наши индексы и номеры СБН, да, и плюс выходные данные мы тоже, вот они повторяются на титульном листе и на обороте титульного листа. Если они расходятся, приоритет отдается титульному листу. И про классификационные, вот теперь пойдем про классификационные индексы. Первое путешествие мы с вами совершили, экскурсию по важным местам, где живет полезная информация, которую мы можем подчеркнуть из источников. И теперь очень кратко про классификационные индексы. Пройдемся по ним. Вообще очень часто сейчас в издательствах просят авторов самостоятельно проиндексировать свои работы. Очень часто с этим сталкиваешься, когда подаешь статьи на публикацию в сборнике либо в периодические научные издания. Напишите индекс УДК, ББК. И вот здесь еще авторский знак проставьте. Ну, авторский знак – это вообще милое дело, а вот УДК и ББК – это прям вот ужас-ужас. Конечно, на уровне каталогизаторов мы никогда этого знать не будем и не должны. Вообще-то каждый должен заниматься своим делом. И поэтому есть два способа, ну, это мое личное мнение, но иметь представление о том, что это такое, раз уж мы пишем и раз уж мы с этим сталкиваемся, всегда важно и нужно, хотя бы в общих чертах. У нас есть два способа и третий путь. Первый способ – это отдать профессионалам, ну, пусть они сами сделают. Вот у нас есть вузовский библиотекарь, ну, и пускай вот они нам все, они же специалисты. Преимущество – мы экономим все от силы, энергии, времени и нервов, профессионалы знают лучше, чем мы, они сделают правильно. Второй способ – это сделать самому. Ну, здесь тоже есть свои преимущества. Лучше автора, его текст не знает никто, ни один библиотекарь, библиограф, в части каких-то нюансов, аспектов. Особенно, если тема какая-то очень узкая, специфическая, и для того, чтобы в ней разобраться во всех этих нюансах, которые должны прозвучать в индексе, надо быть самому экспертом в этой теме. Это просто нереально для того же библиографа. Одинаково хорошо разбираться в квантовой физике и китаеведении. Ну, это просто нереально. Ну, иногда это бывает действительно быстрее, чем отдавать профессионалам. Не надо ждать. Быстренько сам, а что там, накидал пару индексов, и все. Но есть и сложности и в том, и в другом способе. В первом, чаще всего авторы дают неполную информацию, и, соответственно, индексация может быть неточной, и книжка у нас попадет не в тот раздел, куда должна попасть, а, соответственно, ее не увидит та целевая аудитория, на которую мы рассчитывали. А это у нас что? А это падение индекса цитирования. Люди же ищут в другом месте. А у нас вот наша статья совершенно в другом разделе живет. Своё видение, про это мы уже с вами говорили. Лучше автора никто не знает все нюансы его текста. И отсутствие представления о целевой аудитории. Сделать самому. Здесь тоже сложность классификации, каталогизация, индексирование. Это безумно трудно. Использование генераторов, с одной стороны, облегчает дело, но, с другой стороны, если в этом ничего не понимать и не разбираться, первый раз с этим столкнуться, это тоже сложно. И второй момент – доверяй, но проверяй. Так же, как генераторы библиографических описаний. Что ввел, то он тебе и выдал. Для этого надо понимать вообще, как они устроены, в какой системе они работают. Там генераторы УДК, генераторы ББК или что-то. И, как ни странно, отсутствие представления о целевой аудитории не всегда сам автор четко может определить, для кого его статья. Соответственно, ставить ее в более, предсвоить ей более узкий индекс или оставлять более широкий. Кто должен читать вашу книгу – это узкие специалисты или для, как говорят, широких масс-читателей. Все студенты педагогических вузов. От этого тоже будет зависеть, насколько мы будем этот индекс делать большим, или нам достаточно просто в общий раздел поставить и пусть читают все, кому это нужно. Поэтому есть самый хороший способ – это третий путь. сделать самому, проверить у профессионалов, или наоборот, довериться профессионалам, но проверить самому, согласовать, все ли на своих местах. А для этого надо хотя бы какие-то основы понимать в этих индексах и понимать, о чем идет речь, чтобы с профессионалами разговаривать на одном языке. Еще одна очень частая беда, когда автор дает для индексации только название своей статьи. Слава богу, если еще аннотация прикладывается. А то просто прибегает студент в библиотеку, вот преподаватель просил передать, и записочка. Проиндексируйте, пожалуйста, срочно по УДК, ББК. И название статьи. И все. Вот как хочешь, так и делай. А что там внутри? Что там за текст? Между тем, нам нужен сам источник для того, чтобы понять, о чем идет речь. Ну, хотя бы аннотацию приложите. Даже ключевых слов здесь не хватит для того, чтобы ее правильно проиндексировать. И существуют разные классификаторы, которые нам помогают это сделать. Провести эту индексацию, про которую мы уже с вами говорили. Это УДК и ББК. Вообще, что такое классификаторы, для чего они нужны? Вообще, индексирование – это такая операция перевода с одного языка на другой. Например, вот те же таблицы классификации, они представляют собой такой вид двуязычного словаря, в котором в алфавитном предметном указателе ведется перевод с естественного языка человеческого на искусственное, а в основной части в таблицах, наоборот, с искусственного языка на естественное человеческое. Поэтому не пренебрегайте и алфавитно-предметным указателем, и основной частью. Вот так вот устроен классификатор, если совсем-совсем просто. И задача индексирования, она сформулирована в ГОСТе по информации библиотечному и издательскому делу. ГОСТ так и называется – индексирование документов, общие требования к систематизации и предметизации. ГОСТ действующий. Название его здесь есть, да. Проверял и действует, работает. При, и как сказано в этом стандарте, при индексировании следует представлять, создавая вот этот поисковый образ документа с необходимой достаточной полнотой и точностью в виде терминов индексирования, основное содержание документа, а при необходимости указывать его форму, ну что это, книга, это монография, это учебник, это справочник или энциклопедия, и назначение. Для кого? Учебник для младшей школы, учебник для ВУЗа, учебник для СПО. Это все находит свое отражение, например, это все находит свое отражение в индексах. И все это делается для обеспечения эффективного информационного поиска. Вот Евгения Юрьевна пишет, у нас требует личное присутствие автора для индексации. Да, вот совершенно верно, Марина Якимова, да, я поддерживаю это требование, коллеги, это просто необходимо. Должна быть совместная работа, потому что, когда делается вот так, все перекладывается на одну из сторон, и никакой помощи не оказывается, это такой, нет совместного действия, то это очень тяжело, это может приводить, естественно, к каким-то большим ошибкам, к неправильному индексированию, что не очень хорошо, наверное, грамотно. И что является основными источниками индексирования. Вот откуда можно брать информацию, даже не являясь библиографом, на что обращать внимание. Во-первых, это справочный аппарат самого ресурса, документа, источника, который у нас имеется. Это заглавие. Вот здесь мы на аннотацию или реферат тоже обращаем внимание. Содержание, предисловие, заключение, все это, ну и сам текст. Ну, не всегда у нас есть возможность, если мы не сами писали этот учебник на 600 страниц, прочитать прям все-все-все-все-все. Ну, вот хотя бы справочный аппарат нам может дать первое представление о книге. Ведение, заключение, да, вот эти вещи лучше просматривать и читать. То есть вот много таких нюансов, которые должны учитываться. Конечно же, совместная работа с автором, она должна быть. Он лучше знает, где у него, чего находится. Он может хотя бы подсказать нам, сократить время на эту процедуру. И про перевод мы уже с вами сказали, да, вот можно такую аналогию использовать. Индексирование, это процесс индексирования, это как работа переводчика. Мы с вами, занимаясь индексированием, становимся такими транслейтерами, переводчиками. И классификаторы, это как словари, которые нам помогают с этим вопросом. И вот какие же словари существуют, какие же помощники нам в этом деле в помощь. Простите за тавтологию. Это индексы УДК и ББК. До недавнего времени у нас был даже целый ГОСТ. 7.92007, универс... Прошу прощения, универсальная десятичная классификация, структура, правила ведения и индексирования. Но применение этого ГОСТа, коллеги тоже обращайте внимание, если вы писали методические рекомендации и ссылались на этот ГОСТ, действие этого ГОСТа на территории Российской Федерации прекращено с 1 января 2022 года без замены. То есть он у нас уже не действует. Про электронный талон мы еще туда сейчас к нему придем. Поэтому вот на этот момент обращайте внимание, что это значит, мы не можем ссылаться на положение этого ГОСТа, указывать его в каких-то методических своих рекомендациях для авторов, для тех же студентов или аспирантов. Никто не запрещает использовать это положение, если оно актуально, сохранило актуальность. Мы не можем давать ссылку на недействующий документ. Вот это самое главное, важное. И вот этот важный момент запомните. Теперь кратко по УДК. Несмотря на то, что ГОСТ отменили, УДК никто у нас не отменял. Что это такое? Это универсальная десятичная классификация. Система, которая широко используется во всем мире для систематизации произведений литературы, науки, искусства, периодической печати, различных видов документа для организации картотек, каталогов. Система создана была давно достаточно. В начале 20 века связана с именами бельгийских библиографов Поли Атле и Анри Ла Фонтена. Но она родилась не на пустом месте. Она была создана на основе десятичной классификации, разработанной американским библиографом Мэлвилом Дьюэй. Еще в конце 19 века, в 1876 году, по-моему, он работал в библиотеке Конгресса США. И вот он разработал десятичную классификацию. И он предоставил безвозмездно Полю Атле и Анри Ла Фонтену права по использованию и разрешению на модификацию своей системы для создания такой системы, всеобъемлющего каталога опубликованных знаний. И первое издание полных таблиц Судека, оно вышло аж в 1905 году. Ну, это так, немножко исторический экскурс. Ну, как же у нас сегодня экскурсия, как же обойтись без истории. Со временем структура УДК, она сильно разошлась от исходной схемы Дьюэй, но в ряде моментов все-таки эти системы очень часто близко соприкасаются, иногда совпадают, они являются родственниками, значит, от этого никуда не деться. И центральной частью УДК являются основные таблицы. Вот они охватывают, ну, по крайней мере, стараются охватить все совокупные знания. Построение идет по иерархическому принципу, от общего к частному, и используется цифровой десятичный код. Три важных момента, которые здесь присутствуют. Это основные таблицы, есть вспомогательные таблицы, и есть алфавитно-предметный указатель. И АПУ, алфавитно-предметный указатель, он делится на две части. Есть алфавитно-предметный указатель к основным таблицам, он специальных вам выделил цветом, да, а есть алфавитно-предметный указатель к вспомогательным таблицам. Более подробно мы с ними с вами разберемся уже в следующий раз, когда более подробно будем говорить про УДК. Еще раз вспомним структуру и посмотрим, как это все уже устроено. Ну, вот первое представление, потому что невозможно пользоваться тем, о чем не имеешь представления, где чего находится. Да, вот карта туриста, вот она, примерно самая упрощенная вот такая, чтобы не заблудиться. И структура УДК, вот эта основная таблица, у нее есть основные ряды, есть вспомогательные ряды. И вот основной ряд, как бы основное деление, оно выглядит вот так. Так, привязка к десятичной системе, вот она здесь есть, от нуля до девяти, код и большие-большие разделы. Внутри идет дробление кода и, соответственно, отделы у нас от более общего, они переходят к более частным моментам. И индекс УДК, он является обязательным элементом выходных сведений, изданий, еще раз напоминаю, обязательно его туда нужно ставить. И по индексу УДК можно определить, какому виду литературы можно отнести к книгу, даже не читая ее. То есть по индексу мы уже сразу можем увидеть, куда она относится. Вот как в начале нашей встречи уже кто-то сказал, «А, это книжка про... вот про эту тему, зашифрованную». Уже даже не читая, мы можем это определить, где нам ее искать и вообще подходит ли она к нашей части. Ну вот и давайте разберем как раз часть нашего ребуса, который состоял из индексов. Вот индекс УДК. Вот этот номер мы смотрим по основным таблицам, и мы сразу видим, что это библиотечное дело и библиотека ведения. Вот откуда у нас коллеги так быстро сразу определили, что это за книжка и куда она относится. Вот это основной индекс. А вот это, то, что в скобочках стоит, дописано, это относится к вспомогательным таблицам. В данном случае мы брали таблицу определителей форм, то есть она здесь нам говорит о том, что это за вид издания. Это справочник, это энциклопедия, это учебник. В данном случае это учебники, учебные пособия для высших, средних, специальных учебных заведений, школьные учебники. Вот это мы нашли уже по второй табличке. Вспомогательные таблички. Вот я их вам тоже цветом выделила. Вот это основной индекс. Вот это его уточнение. Скажем так, в скобочках. Вот это мы берем из основных таблиц. А то, что идет в скобочках, там разные знаки еще используются. Мы посмотрим, какие уже на следующем вебинаре. Это берется как бы пояснение. Помните, как у нас основное заглавие и сведения, относящиеся к заглавию. Вот мы пишем название книги, а потом через двоеточие в библиографическом описании мы писали, что это учебник или учебное пособие. А вот здесь просто все зашифровано на другом языке. Ну, суть примерно та же. Вот она книга по какой теме, а вот мы уточняем, что это все-таки учебник или учебное пособие. И вот мы уже часть с вами расшифровали. Можно пользоваться разными классификаторами. Есть электронные вещи. Я вижу у нас Марина Якимова присутствует на вебинаре. Может быть, тоже подскажете. Я помню, что вы подсказывали, какие индексаторы онлайн-ресурсы по УДК наиболее подходят, наиболее действенны. Но вот самый простой для вот такого случая. Я вам сейчас покажу. Тоже интересно услышать будет ваше мнение, вот как вы к этому относитесь, к этому именно ресурсу. Хорошо? Сейчас я вам попробую продемонстрировать экран. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно ли страничку с такой схемой, страничку сайта. Поставьте плюсики в чат, если видно. Ага, отлично. Вот есть такой ресурсик. Насколько он соответствует реальным изменениям? Потому что в классификаторах тоже постоянно происходят разные изменения, вносятся дополнения. Поэтому тоже интересно мнение тех каталогизаторов, профессионалов, которые работают с этим постоянно, каждый день. Коллеги, напишите, насколько это наверняка эти ресурсы тоже знаете. Прекрасные, великолепные и лучшие. Нас всех здесь, не библиографов, вместе взятых. Просто напишите, можно ли пользоваться. В плане знакомства со структурой УДК мне показалось очень удобно. По крайней мере, студенты у меня поняли, и как оно устроено, попробовали с ним поработать. Это действительно удобная штука. Вот как мы искали, вот этот индекс расшифровывали, который мы с вами только что посмотрели, часть нашего ребуса. Вот на одном из ресурсов наукопрома просто открыли УДК. Коллеги, если со смартфона выходите, может быть, не видно, в записи будет видно. У нас останется демонстрация. Мы открываем вот этот раздел УДК, и вот мы видим, вот она, часть первая. На экране можно попробовать выйти и зайти заново по ссылке. Основные разделы УДК, у нас там было 0, 2. Это общий раздел. Вот он, 0. Мы его открываем, и дальше ищем. Вот они, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 5, 0, т, 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 т. И мы находим 0, 2. Вот он, 0, 2. Что у нас тут идет? Да, вот библиотечное дело, библиотека ведения. Все, вот первую часть мы с вами нашли, основной индекс. Вот мы его отсюда взяли. Отлично, все, мы это определили. А откуда мы взяли, что это учебник? Мы возвращаемся обратно и идем вот сюда. Форма документов. У нас было 0, 75. И вот здесь также. Идем 0. Так, сейчас вот, вот. 0, 7. Учебные пособия и руководство. Пособия для преподавателей практической подготовки. Мы уже знаем, что 0, 7 это учебник. У нас уже учебные издания. Вот мы его расшифровали. Но у нас 0, 75. Значит, мы опускаемся ниже, вот находим 0, 75. И вот оно, откуда мы взяли, что это учебник или учебное пособие. Мы уже хотя бы представили, что это за тип издания, да, и к какой теме он относится. Даже не видя еще книгу, даже не зная, что это за книга, мы уже имеем некоторое представление о ней. Что это такое? Ну, вот такой вот ресурс по структуре. Можно просто посмотреть. По самой вот этой структуре УДК познакомиться через этот небольшой такой ресурс. Ну и какие-то первые действия там по проверке индексов, например, здесь тоже можно сделать. Ссылочку на него я вам в чат дам. Просто походите, посмотрите, поизучайте. Мне интересно будет еще мнение специалистов, каталогизаторов, работающих, индексаторов, работающих именно с классификационными системами УДК. Вот насколько этот ресурс, можно ли его применять и где его можно применять. Ну, для знакомства с структурой, например, у нас со студентами очень хороший результат был. Они поняли, как... Ну, и с учетом того, что не всегда полные издания, многотомные издания, они доступны не библиографам. То есть нас интересует еще момент вот этого онлайн-доступности, да, бесплатного доступа к ресурсу, которым можно, в принципе, хотя бы с чего-то начать сделать. А потом мы уже со специалистом, библиографом и каталогизатором уже будем уточнять индекс. Он будет у нас спрашивать, а точно ли сюда, а на первом ли месте у вас вот стояло рассмотрение в книге библиотечного дела, или все-таки больше речь шла о педагогике. Это уже пойдет другая работа совместная, да. Но хотя бы для этого может быть. Нет информации по расшифровке, издавались специально... Да, да. Ну, такой вот простой, совершенно простенький ресурсик для, наверное, не библиографов. Для первого знакомства вполне может даже подойти. И по ББК. Ну, и так, хотя бы примерное представление и первичный, да, такой набросок индекса можно сделать и по этому ресурсу или определить. ББК – второй классификатор, с которым мы тоже сталкиваемся. Библиотечная, библиографическая классификация. О нем мы тоже чуть-чуть подробнее и попозже поговорим в апреле. База индексации ББК. Вот его особенность в том, что она смешанная. Здесь цифровая и буквенная используется. И кроме арабских цифр еще используются точки, двоеточие, дефисы, косые черточки, круглые скобки, много-много разных знаков. В таблицах есть тоже таблицы типовых делений, общих территориальных типовых делений, языковых. Там целая тоже своя вспомогательная структура есть. Вот там применяются строчные и прописные буквы русского алфавита. И от того, как мы напишем с большой или с маленькой буквы, это тоже имеет свое значение. И сочетание всех этих знаков в этой базе индексации в ББК оно проведено в понятную систему, понятную специалистов в первую очередь, в которой каждый знак имеет свое место, свою несет смысловую нагрузку и имеет свое значение и предназначение. Здесь используется логическая индексация, которая связана со структурой классификации. Вот это позволяет детализировать общее понятие, выделять частные, более дробные подразделения путем присоединения к имеющимся знакам новых, к имеющимся индексам, добавлять новые знаки справа и наоборот позволяет при необходимости сокращать детализацию, приводя частные, более узкие понятия под более общие путем отбрасывания части знаков из индекса. То есть можно вот с этим как-то конструировать, реструктурировать и создавать тот индекс, который нам нужен, исходя из логики. И здесь в ББК закреплена определенная условная последовательность рублик в таблицах и разделителей в каталоге и порядок расположения индексов на одной ступени деления. Есть индексы общих типовых делений, есть индексы территориальных типовых делений, специальных типовых делений, есть индексы с точками, индексы основной таблицы с буквенными, обозначениями, индексы основной таблицы с цифровыми обозначениями. В общем, страшное дело. Сейчас становится страшно, особенно не библиографом. Это такая система комбинирования, комбинационная, комбинаторная, что ли, как правильно сказать даже. Библиотечная классификация изданий, она предназначена в первую очередь для организации библиотечных фондов, систематических каталогов, картотек, и если совсем просто сказать, это сочетание цифр и чисел, букв, обозначающих, к какому разделу можно отнести данное издание. И с помощью специальной таблицы работники библиотеки, специализированных учреждений, они могут, не читая книгу, определить, в какой отдел ее поставить, куда передать и где она будет находиться. И есть много вариантов таблиц, кстати, если у ДК, вот оно у ДК, а в ББК есть еще вот такая вещь, есть несколько разных таблиц, есть полные таблицы, есть сокращенные таблицы, есть средние, есть универсальные, есть отраслевые, есть для массовых библиотек, в общем, много-много разновидностей. Еще надо понять, по какой из этих таблиц нам-то нужно с этим работать. Структура всех изданий таблиц ПБК одинакова. И, как правило, они включают в себя основные таблицы, вспомогательные и методические указания. Ну и плюс еще алфавитный предметный указатель и приложение. Здесь уже не совсем страшно. По основным таблицам можно посмотреть тоже в сравнении, как мы смотрели по ДК, основной ряд. Это первый ряд. Здесь у нас идет от 1 до 9. Обратите внимание, что общественные науки у нас собраны в разделы 6 и 8. Они вот так вот объединены, они вот так вот существуют. И замыкает основной ряд отдел литературы универсального содержания. Обо всем. И знаки, которые используются в ББК при индексации. Вот примерно, что это обозначает. Я вам такую шпаргалку сделала. Самые часто встречаемые вещи, о чем это и где, что это обозначает. Вот эту шпаргалку можно тоже забрать. Немножко подсказка по карте, может быть, поможет сориентироваться. И вот как это выглядит в самом ББК. Помните, мы в ДК смотрели учебник. Там идет цифрами 0,7, 0,75. А здесь сочетание цифры и буквы. И вот когда мы видим Я7, видите, это учебное издание. И вот в ББК дается объяснение, что вот это вот обозначение мы к индексу присоединяем. В том случае, если наше издание учебное. И даже идет разделение. Для какой школы? Если это просто учебное издание, нет какой-то градации для кого, тогда просто Я7. А вот если это учебник для вуза, тогда у нас будет уже Я73. Откуда мы это берем? А вот это вот есть ББК. Мы это можем найти и проставить нужный, присоединить к нашему индексу, подсоединить нужный значок, который обозначен. И вот теперь смотрим у нас. В нашем индексе ББК было. 783, Я7, РУС. Сейчас да, сейчас немножко по-другому пишется. Вот коллеги правильно писали. Если на русском языке, то мы присоединяем 411, да, коллеги? Если это речь идет о России, да, Российской Федерации, тогда мы должны написать два роста. Или двойку ставим обозначение территориального принципа. Для индексации, да, Марина Якимова пишет, да-да-да, сокращенные таблицы, нет смешанного индекса с буквой в начале, средние и сокращенные таблицы. Совершенно верно. Вот почему мы пользовались средними таблицами ББК. Взяли, я вам сейчас покажу еще один ресурс, которым можно пользоваться. Ресурс РГБ. Вот то, о чем Марина нам писала. Прошу прощения, я без отчества, не пишет нам отчество в чате, да, система, к сожалению. Поэтому, прошу прощения, без отчества. Я вам покажу сейчас этот ресурс и дам тоже ссылочку на вот этот вот автоматический генератор, потому что я вас сейчас напугала, я понимаю, да, как там все сложно устроено. На самом деле я вам покажу, насколько это сложно, да, непросто, но легче, когда у нас есть такой электронный помощник. Вот смотрите, мы нашли индекс 78.3, мы посмотрели вот этот вот хвостик, помните, мы вот сейчас про него говорили, да, что это учебник. Вот мы его отсюда присоединили и вот посмотрели. Я не знаю, зачем, честно говоря, в этом учебнике они вот это указали. Ну ладно, если это язык, теперь он по-другому немножко индексируется. А это, если посмотреть по территориальному, таблицам территориального деления, да, ну вот про Россию. Хотя в книге, опять же, надо изучать содержание. Если бы в этой книге речь шла, например, о каких-то особенностях там российских библиотек или организации чего-то в библиотеках Российской Федерации, то вот это было бы, на мой взгляд, уместно. Опять же, вопрос к специалистам. А нужно ли это ставить, если речь идет вообще о какой-то технологии или методике библиотечной работы, не привязанной к определенной территории, да, или каким-то национальным особенностям? Нужно ли нам вот это добавление писать в наш индекс? Ну вот мы пока исходим из того, что было в самой книге. Мы же обратным путем с вами идем. А вот когда мы свою работу индексируем, это вот тоже вопрос, который нужно согласовать со специалистом. Нужно ли это отражать или не нужно? Да, и вот посмотрев по этому, по этим таблицам, мы получили, что у нас книга относится к библиотечному делу библиотековедника. Помните, ВДК у нас тоже совпадает? Совпадает. Учебные издания. Ну вот это получается тогда Российская Федерация. Но вот опять же под знаком вопроса, нужно нам это здесь или не нужно. Будет это присутствовать, если мы сами свою книгу будем индексировать? Нужно нам это добавление или нет? И сейчас я вам тоже покажу этот ресурс, который позволил нам очень быстренько это все настроить и найти. Вот, посмотрите, пожалуйста, коллеги, видно ли? Поставьте мне хотя бы пару плюсиков или огонечком, просигнализируйте, видно ли экран желтенький такой. Ага, отлично, спасибо. Это вот как раз тот самый эталон, о котором Марина Якимова нам сказала в чат, что есть такая хорошая штука. Вот, ссылка на этот ресурс, я ее вам сюда тоже в чат. Если кому-то не видно, можно прям по ссылке перейти. И перейти, и воспользоваться, и посмотреть. И вот, смотрите, вот здесь мы сначала определяем, какими таблицами мы будем пользоваться. Чаще всего это вот средние таблицы, они наиболее удобны. И определяем по ним. И вот у нас сразу открывается вот ББК, вот они средние таблицы. Но посмотрите, есть еще отдельно таблицы здесь для детских школьных библиотек, даже для возрастной группы, для руководителей детского чтения. И есть полные таблицы. Ну, вот нам, скорее как, не библиографам, вот сюда лазить не надо, нам средние таблицы. Для себя ставим, смотрим по средним таблицам, только запоминаем, что мы выбрали средние таблицы, чтобы потом с специалистом, согласовывая свои действия и классификации, он понимал, где вы были, что вы делали. И дальше вот открываем ББК. Вот они пошли, основные разделы. Здесь, кстати, очень просто и, мне кажется, удобнее устроено, чем вот в ресурсе, который мы смотрели с вами по УДК. Мне показалось, здесь более удобно, как-то для использовательской точки зрения. И вот мы смотрим. Вот социально-общественные гуманитарные науки. Открываем. И вот дальше пошли смотреть. Вот они. Социальные истории, экономика, политика, право военно-дела, культура, наука, просвещение. Вот, наверное, вот это наш раздел. Вот он, наверное, это наш раздел. Филология, история. Вот он раскрыл нам вот это вот содержание. Психология часто встречается, да, в 88-й. Вот мы открываем семерочку. У нас же семерочка была, да, в нашем коде. Мы же идем обратным путем. И вот он нам пишет. Вот, опа, вот нашли. 78, библиотечная, библиографическая наука. Цифры совпали, совпали. А у нас 78,3. Вот оно. Вот мы его нашли. Но если мы его откроем, мы видим, каждый плюсик нам показывает, что здесь еще есть более дробные деления. И вот мы сразу видим наглядно структуру и можем увидеть, где у нас вот, да, что находится, как вот история. Буквы, кстати, бояться не надо. Они легко запоминаются. Когда немножко поработать с этими таблицами, мы уже знаем, что если я, это учебник, а если г, это история. Ага, вот, значит, если в книге мы увидели г, значит, что-то историческое. А если стоит я, то это явно учебное пособие или учебник, а вот какой, тогда уже надо будет смотреть чуть поподробнее. Но уже мы понимаем, о чем идет речь, когда даже просто видим индекс. У нас не стояло. У нас стояло просто вот 78,3. Вот, в общем, более дробного деления не было. Ну и хорошо, вот мы его нашли. Был вопрос, Евгения Юрьевна спрашивала про раздел педагогика, да, где педагогика. Вот она, 74-е образование, педагогические науки. Раскрываете и здесь уже смотрите более подробные деления, какие здесь есть. Вот это школьное, общее образование, профессиональное и специальное образование. Вот по этому разделу мы уже здесь ищите. Да, Наталья, спасибо, 74-й раздел. Вот мы его нашли. Но у нас еще было там дополнение, помните, к индексу, да, вот эти вот я и прочее. Где их, откуда их взять. Ну да, всего может не быть. Вот, еще хороший раздел. Когда мы нашли основное в таблицах, да, идем в раздел методика. Очень рекомендую вот этот раздел. Во-первых, здесь есть инструкция по работе с электронным эталоном. Можно посмотреть, подробно рассказывается. Есть публикации, есть консультации, если возникают какие-то вопросы, можно прям проконсультироваться. И есть введение к отделам таблиц ББК. Вот сюда заходите. И вот помните, я вам говорила, есть там куча разных таблиц дополнительно. Вот они. Таблицы типовых делений общего применения. Вот они нам нужны. Здесь более подробно можно посмотреть по тем типам таблиц, которые мы видели в общем разделе. А нас интересует сейчас вот эта таблица типовых делений общего пользования. И вот они пошли по названиям. Более подробно мы уже посмотрим с вами на вебинаре. В апреле попробуем с этим поработать. с делениями. Общие типовые деления, территориальные типовые деления, языковые и еще целый ряд таблиц. Вот эти вспомогательные можно смотреть здесь. И там тоже дается прям пояснение. Открываете, и у вас уже такого нет, как мы только что видели, с плюсиками быстреньких переходов. Ну и здесь дается пояснение, что это такое к разделам общие правила применения. Ну более подробно мы по ним пройдемся уже на вебинаре. Ну просто вот если сталкиваетесь, вот видите наши Я1, Я7, Я1. Куда они присоединяются? Что это обозначает? Что не присоединяется? И так далее. То есть все пояснения можно найти при индексации, посмотреть вот здесь в методических пособиях. То есть запоминаем пока одно, что сами таблицы мы выбираем вот здесь. Вот здесь они живут основные. А если нам нужны дополнительные, про территориальные, языковые деления, что-то там посмотреть, уточнить или дописать, чего нет здесь, с буковками, мы идем вот сюда. Методика введения к отдельным таблицам ВБК таблиц типовых делений. Вот. И вот мы их нашли. И по ним мы уже смотрим. Вот так вот устроена структура этого ресурса. Тоже очень полезная штука для небиблиографов. Хотя бы в первом приближении сориентироваться, немножко разобраться, что куда относится, как записываться. Вот, например, вот этого РУС там уже нет. Ну, если по территориальным делениям, они уже по-другому пишутся. Но индекс старый, из книги предыдущих годов. Поэтому раньше индексировали так, теперь по-другому. Но опять же посмотреть, что это может обозначать. Это можно по методическим рекомендациям. Коллеги, если экран пропадал, ничего страшного, не переживайте. Мы потом в записи это все у нас будет. Тем более ссылочку я вам можно будет посмотреть. И по ссылочке, самое главное, потом погулять уже самостоятельно. Вот уже часть ребуса мы с вами еще расшифровали. Но почему я обращаю ваше внимание на вот эти вот ресурсы и прошу помощи наших каталогизаторов, что небиблиографам еще можно порекомендовать, в части проверки. Потому что смотрите, вот оборот титульного листа, книга, в общем-то не старая. Вы посмотрите, как записано ББК. Можете ли я найти этот индекс? Вот ссылочку я вам дала. Марина Пивоварова, жуть. Это ужас-ужас. Да, здесь просто пропущена точка. Мы-то понимаем. Вот теперь мы понимаем, что здесь пропущена точка. 78.32. А попробуйте найти, если вы не знаете, как должен быть записан индекс ББК. А вот не библиограф. Вот как он? Он возьмет и так же себе напишет. А вот похожая книжка, педагогическую дизайн-школу. А у меня такая же, на ту же тему. О, возьму-ка я у него отсюда. И напишу. У него стоит. И у меня там же будет стоять. А иногда так делают, да. С таким тоже приходилось случаться. Ну вот возьмет он этот индекс. И куда должен библиотекарь поставить эту книжку? Переиндексирует. Поэтому, когда книжки приходят, и да, вот Ирина, действительно, иногда с этим сталкиваешься. Откуда вы взяли этот индекс? А я не знаю. Я вот открыл, похоже, у коллеги такое написано. И я себе поставила. Ну, у вас же речь совсем о другом идет. Да, да, конечно, да. Ну, вот, да, бывает такое. Вот поэтому, когда приходят из издательства, а вот это беда, то, что сейчас просят авторов самих проиндексировать. Я ничего не знаю. Первый попавшийся поставил. И оно ушло. Вот оно вот так приходит в библиотеку. Хорошо, если еще библиотекари, библиографы это все переиндексируют, поставят, приведут в божеский вид и в порядок. Но индекс будет уже у книжки другой. По-другому звучит. А на титульном листе, да еще в сети интернет, он вот как он был, так он и остался. Вот так он и гуляет, так он и лежит. Понятно, что в библиотеке-то навели порядок, поставили точку, поставили в нужный раздел. А в сети интернет вот так оно и будет жить. Поэтому здесь нужно очень внимательно. И да, совершенно верно. Меняются индексы часто, поэтому вот меняются разделы. Да, вот Евгений Юрьевна пишет 74,3, а потом стал 74,5. Да, поэтому старых просто брать за образец оборота титульного листа, индекс, который стоит у похожей книги, и брать себе, ну, категорически не надо этого делать. Вы можете посмотреть, попробовать найти в ресурсе, вот в том же электронном эталоне, например, по ББК, посмотреть, что это за раздел, а есть ли он вообще сейчас, а как он сейчас называется, а что это, стоит ли мне туда же, или мне надо посмотреть другую. То есть, как отправную точку оттолкнуться от чего-то, да, там у похожей книги коллеги, ну, вот это еще можно сделать, но просто брать и заимствовать это не надо так делать. И остался у нас только маленький кусочек. Итак, мы уже с вами знаем, что наша книга, мы уже разгадали с вами ребус. Книга у нас относится к теме библиотеки Виткини. Это библиотечное дело. Осталось только найти авторский знак, но вот авторам, к сожалению, установить с вами полностью фамилию не сможем, но хотя бы приблизительно. Мы идем немножко в другом порядке и избрали путь, конечно, посложнее. Ну, простых путей-то мы не ищем. Авторский знак – это тоже один из основных элементов выходных сведений печатного издания. И есть так называемые, всем библиотекарям, библиографам знакомые, называется таблица Хавкина. Авторские таблицы Хавкина. Любовь Борисовна Хавкина в 16-м году разработала вот такой вот инструмент, таблица авторских знаков. Есть двоичные, есть троичные. Тройные, по-моему, да, называются. Вот здесь тоже очень важно, когда вас просят определить авторский знак, уточнить по двоичным таблицам или по тройным. То есть там тоже есть разница, да, как он будет выглядеть. Там будет у вас две циферки после буковки или будет три циферки после буковки. Да, вот как принято в этом издательстве. Чаще всего двоичными таблицами пользуются. Иногда еще ставят знак равно и говорят про авторские таблицы. Хавкина называет их еще, авторский знак, называют еще Кеттеровским знаком по фамилии Чарльза Кеттера. Идея, ну это он уже еще раньше это сделал. Это вот пример Кеттеровских таблиц по методу Кеттера. На русском языке нашла. Аж 41-й, по-моему, год. Да, кстати, вот по самим картинкам, когда презентацию скачаете, можете кликнуть. Тут стоят активные гиперссылки к самим таблицам. И можно посмотреть на таблице Хавкиной и вот на вот это вот издание, просто ради интереса исторического такого, посмотреть в 41-м году на русском языке, но вот по методу Кеттера. Что они из себя представляют. Вот система Кеттера, она касалась все-таки больше, ближе к нашим классификаторам. УДК, ББК, вот туда. Хотя там тоже были буквенные и цифровые обозначения. Например, он так обозначал, там буквенные обозначения предусматривались для основных таблиц с помощью букв английского алфавита, а цифровые предназначались, например, для обозначения стран. Вот так он шифровал, например, F – это история, 45 – Англия, соответственно, F45 – это история Англии. Ну, похоже, да, вот особенно на ББК. И все-таки, ой, про Кеттера тоже можно много чего рассказывать, но все-таки есть отличия. Не совсем, мне кажется, правильно ставить знак равно между таблицами авторских знаков Хавкиной и Кеттеровскими знаками. Хотя у него тоже есть обозначения авторских знаков. И вот в этом же примере, вот в этой книжечке, которая здесь есть, там тоже есть сначала про классификацию, потом про авторские знаки. Но все-таки он больше внимания уделял именно индексированному. Поэтому Любовь Борисовна, она как-то больше целиком и полностью про авторские знаки. Поэтому они похожи, они близки, да, за основу. Безусловно, я думаю, что она брала и Кеттеровскую систему. Но просто говорить, что это одно и то же, ставить знак равно между ними, не знаю, мне кажется, не совсем, наверное, правильно, как синонимы использовать. Немножко они все-таки отличаются. И посмотрим очень коротко. Вот с авторскими знаками здесь совсем не страшно. Есть таблица, и нам надо только ей правильно пользоваться. И есть свои нюансы. Есть своя структура, начальная буква первого элемента библиографического описания или записи ставится, и цифра, которая соответствует первым слогам, буквосочетаниям первого слова. То есть вот отсюда у нас взялось К-14. Если у нас книжка под автором, то мы берем заголовок, то есть фамилию автора. Вот поэтому мы заголовок всегда пишем не с инициалов, а с фамилии автора. А потом уже идут инициалы. А если у нас книжка под заглавием и авторов нет, то тогда мы по основному заглавию ставим. То есть по одному авторскому знаку мы не можем сказать здесь вообще это автор, книга имеет автора или не имеет автора. И дальше мы, пользуясь этими таблицами, да, есть еще особые случаи. Вот несколько таких особых случаев. Я вот здесь тоже написала. А что делать, если у нас буква, например, И. Ну вот так вот случилось. Имя, фамилия начинается с И. А если заглавие начинается с цифры, там, 1812-е, там, в произведениях и написано цифрами, а тогда как? Ну и такие нюансы, они тоже присутствуют. Особые случаи, ну, вот часть, наиболее часто встречающаяся, так, кратко же по аргалку, я вам тоже сюда представила. А дальше мы просто открываем, вот мы ищем наш авторский знак. У нас К-14. Вот открываем страницу, находим К. У нас идет 14, да, вот. К-14. Берут первые три буквы, да, вот видите, по сочетанию. Если просто буква там К началом чего-то, да, вот тогда у нас будет К-11. А у нас 14 стоит. Мы смотрим А-К-З. Значит, вот. Если у нас есть автор, то его фамилия начинается на КАС, а если у нас заголовок, да, то, значит, там какое-то слово дальше идет. Казань в каких-то этих самых воспоминаниях кого-то, да. То есть здесь мы не можем, вот здесь мы не можем определить фамилию автора. Здесь наоборот, да, мы пошли сложным путем, мы расшифровывали ребус, и вот здесь мы понимаем, что мы вот здесь как раз попадаем в ситуацию, когда мы по авторскому знаку не можем определить фамилию автора. А вот из своей фамилии найти авторский знак, да, обратно это действие, оно очень легкое, когда мы сами индексируем, нам, пользуясь таблицами Хавкина, сделать это гораздо проще. Раз, открыли, нашли первые три буквы своей фамилии и посмотрели знак, который им соответствует. То есть здесь достаточно просто. Да, после, ну, особые случаи мы не все, конечно, здесь рассмотрели. После ОЗ ставится дефис, чтобы отделить это ноль или это три, да, отделить букву, дать представление о том, что это буква. Просто самое вот несколько примеров, что здесь тоже не все так просто, как правильно написать, но это надо уже, как бы, отдельно тренироваться. По таблицам есть вот пара таблиц, тоже мне будет интересно мнение наших уважаемых каталогизаторов и библиографов. Ну, вот таблицы, которые мне в свое время тоже принесли студенты и коллегиями пользовались для определения своих авторских знаков, да, в принципе, было правильно. Ну, по крайней мере, нам не заворачивали наши публикации и говорили, что, да, окей, совпадает. Ну, такие вот онлайн-ресурсы есть. Можно пользоваться бумажными вариантами или в PDF-формате. Таблица можно искать с помощью онлайн-ресурсов, тоже посмотреть интересные вещи для облегчения нашей работы. Ну, и, наконец, у нас осталось два небольших момента, про которые мы очень много говорили на наших вебинарах по библиографическим описаниям, записям, да, поиску информации. Это идентификатор. Чаще всего мы сталкиваемся с ИСБН и ДОИ. Пишутся они вот здесь. Мы уже с вами видели. И у нас, кстати, ИСБН, это международный книжный номер, это идентификатор, который нам позволяет находить наши книги. Есть даже специальные поисковики, куда мы можем просто забить номер ИСБНа, и он нам покажет, что это за книга. Вот по нему очень хорошо можно проверить, вообще существует ли такая книга, а точно ли, точны ли ваши данные в вашем библиографическом описании, да. Ну, и если вы знаете номер ИСБН, то найти само произведение, и он правильный, то найти само произведение для нас не составляет труда. Причем есть еще такая очень интересная штука. Может ли меняться номер ИСБН? Вы знаете, если книга выходила переиздание без изменения в содержании, да, просто переиздание, ну, как допечатка тиража, то ИСБН может сохраниться, он сохраняется. Он будет тот же самый, что и у первого издания. А вот если были внесены какие-то изменения в текст, убрали таблицу, добавили иллюстрации, переписали что-то там, в тексте поменяли, уже будет присваиваться, с доработкой, переработкой, то будет уже присваиваться другой ИСБН. Да, и вот по... Здесь уже можно тоже определить, по какому... По номеру ИСБН, забить в поисковике, можно сразу определить, о каком издании или переиздании идет речь. Вообще соответствует ли то, что вы указали в своей письменной работе, например, тому, что существует в реальности, да, а этим ли источником вы пользуетесь. Ну, такая вот штучка есть. История. Может быть, у издания может быть один ИСБН, это самый счастливый случай, но может быть и несколько. Почему так происходит? И какой из них нужно указать в библиографическом описании? Ну, вот в библиографическом описании мы указываем, так же, как все издательства, но здесь мы видим, что тоже старое издание, да, 2001 года, поэтому точно нам придется переписать библиографическое описание под новые правила и требования. И указываем вот все, что у нас здесь есть, издательство ИСБН, да, вот записываем. В каких случаях у нас может быть несколько ИСБН? Если книга, как в нашем варианте, выпущена несколькими издательствами, это может быть и совместный выпуск книги, и может быть еще такой вариант, как автор издавал свою книгу на условиях не исключительной лицензии, то есть отдал в издательство, и по условиям не исключительного договора он может эту книгу издать еще где-то. И вот они могут выйти одновременно в разных издательствах, и у них будут разные ИСБН. Такой вариант тоже может быть. А еще частый случай, когда одна и та же книга, ну, как бы кооперируется на ее издание, несколько издательств, и вот она издается. У каждого тоже может быть свой ИСБН. Если книга является томом многотомного издания, тогда у нас будет ИСБН, то тоже надо внимательно смотреть. Вот на курсе мы эти вопросы разбирали с коллегами. Нужно внимательно смотреть. Есть ИСБН всего многотомника, может быть, а может быть ИСБН конкретного тома. И вот что мы будем указывать, что мы возьмем в свое библиографическое описание, здесь нужно очень внимательно смотреть. В какую часть описание, чего мы поставим. И помните, я вам говорила, обратите внимание в самом начале, есть ли серия, есть ли у вас отдельный выпуск сериального или серийного издания, тоже смотрите, есть ли ИСБН у этой серии, может быть, у серии свой ИСБН, а у отдельного выпуска свой ИСБН. И от этого будет зависеть, куда мы эти номера в библиографическом описании поставим. Если это ИСБН серии, то в область серии. А если это ИСБН выпуска, то, естественно, нужное место международного номера идентификатора. То есть вот эти вот вещи тоже нужно как бы иметь на заметку. Ой, да, и еще про ИСБН. Ой, сейчас увижу. Неуказано издательство и много номеров ИСБН. Как определить издательство? Марина, хороший вопрос. Просто стоят номера. Вот здесь вы имеете в виду. Ну, во-первых, по описанию. В описании, посмотрите, здесь должно стоять название издательства. Во-вторых, в конце книги, помните, мы говорили, информация, выходные сведения. Посмотрите в выходных сведениях, там, где типография, издательство. Вот там можно найти информацию. А еще один вариант, вот то, что я вам сказала, по поисковикам. Есть ресурс поиска книги по номеру ИСБН. Вы берете номер ИСБН, вставляете в этот поисковик, и он вам выдает, какая книга живет под этим номером. В конце книги совсем другая информация, очень интересно. И на титульном листе нет названия издательства. И прямо заинтриговали. Издательство такое рисует. Да, вот, кстати, по номеру ИСБН можно проверить. Реально художественную литературу грешит. Если номер ИСБН... Коллеги, вы мне напомните, пожалуйста, в нашей группе «Библиография для библиографов» я вам размещу вот такой вот самый простой ресурс, который может искать по номерам. ИСБН тоже есть два варианта. Есть и ИСБН-10, есть и ИСБН-13. ИСБН-13 в 2007 году ввели... Раньше было вот этот старый ИСБН-10 цифр, а сейчас ввели новый 13 цифр. Он и по тому, и по-другому ищет. Да, вот просто вводим туда номер, и он показывает какая-то книга. В группу попасть очень просто. Так, сейчас я вам найду эту нашу страничку. Группа у нас ВКонтакте живет. И я вам поделюсь теми, которые мы нашли, такими простыми поисковиками, по ИСБН-ам. Вот, вот здесь мы живем. Присоединяйтесь, коллеги, там свободный вход, свободное участие, группа открытая. И есть еще вариант, как можно проверить, реальный ли номер ИСБН, или просто нарисованный от головы, что называется. Но вот про ИСБН тогда мы просто более подробно, может быть, я вам подготовлю вот такую небольшую, увлекательную для участников группы. И мы попробуем там тоже поработать с этими ИСБН-ами, поразбираться, как проверить, как избежать мошенничества. Кстати, вот недавно увидел такой способ, правда, англоязычные, но вот сейчас переведу, покажу вам, как можно, попробую сама, потом вам покажу, как можно проверить по номерам, вообще реальный ли ИСБН или нет. Ну, может быть, не совсем научный способ, но, по крайней мере, может быть, может быть, и поможет, и подскажет. ДОИ. ДОИ – это тоже тот номер, с которым мы часто встречаемся и в описаниях, и в самих источниках. Статьи очень часто мы просят нас указать с номером ДОИ, приводить номер ДОИ, но ни ИСБН, ни ДОИ мы самостоятельно, слава тебе, Господи, не индексируем, нам их присваивают. Присваивают издательство, там есть свои агрегаторы, ИСБН идет через Российскую книжную палату, и так как нужно представлять 12 экземпляров, ну, издательство закупают, номера у Российской книжной палаты, и потом их должны присваивать авторам, которые в этом издательстве издаются. Ну, иногда происходят вот такие неприятные вещи, когда уже присвоенные номера присваивают второй раз, либо вообще рисуют, как у нас коллеги сказали, в голову. Откуда взялся этот номер, тоже непонятно. И ДОИ тоже мы сами не придумываем. Нам этот номер присваивают, когда мы подаем статью на публикацию, чаще всего пока со статьями, но ДОИ может быть присвоен и самому сборнику, и книге, и любому носителю информации, существующему в электронном виде в сети интернет. То есть любой объект, презентация тоже может быть с номером ДОИ. Но так же, как и СБН, это удовольствие не дешевое, не забесплатно это все, естественно. Поэтому, ну, а бы кому, и просто так, ради интереса, как физическое лицо, мы не можем этот номер сами себе присвоить. А вот когда мы подаемся в издательство, да, там нам эти номера присваивают. Их тоже нужно указывать. Если у нас есть и СБН, и ДОИ, сначала указываем и СБН, потом ДОИ. Но опять же, смотреть ДОИ всей книги или всего сборника, тогда после СБН. А вот если у нас ДОИ статьи, тогда мы указываем его в описании составной части до двух косых черточек. Потому что это ДОИ привязано именно к статье, а не к самому сборнику, не на весь сборник. И вот структура этого идентификатора, она стоит из префикса и суффикса. Префикс – это вот то, что идет до косой черточки. Это код, который выдается издательству редакционным, регистрационным агентством. И он у всех, вот у этого издательства, он будет одинаковый. То есть, ну, может быть, такого, что он у одной книги один, там, или у одного сборника, а у следующего выпуска сборника, он будет другой. Это префикс издательства, который ему выдали. А вот суффикс может отличаться. То есть, понятно, что у разных издательств будут разные префиксы, но у одного издательства будет один префикс. А вот суффикс будет отличаться. Чаще всего здесь шифруется, например, там, название журнала, год выпуска страницы. Ну, может, и по-другому, свои какие-то другие вещи. Это уже присваивается организация того, какая система принята у них, вот и будет выглядеть этот суффикс. Поэтому они иногда выглядят не совсем так, как в наших примерах, а иногда совсем очень оригинально. Но это вот особенности уже самого издательства. Вот такая вот история. Первый СБН работает. Вот кто-то у нас уже проверил. Реальная книга, да, реальный СБН. Уже слава богу. Вот по СБН, кстати, можно найти, в каком издательстве издавалась эта книга, если она издавалась. По ДОИ тоже самое можно проверить. На сайте doi.org Заходите, номер ДОИ туда забивайте, он вам показывает, прям дает сам текст статьи или этого сборника, то есть какой у вас номер. Вот ДОИ для статьи он присваивается вот сюда до двух косых черточек. После двух косых мы рассказываем о самом издании, а вот этот ДОИ, раз мы его написали сюда, он касается статьи, он относится к статье. Если мы на него нажмем, мы попадем на текст статьи. А если есть ДОИ сборника, он будет указан здесь, уже в библиографическом описании самого сборника, а не в составной части ресурса, и будет ввести на сам сборник, на архив его номеров. Но можно ли бесплатно получить из БН и ДОИ? Можно, если вы издаетесь в каком-то издательстве, публикуете свою работу, ну вот один, можно даже на студенческие работы получать те же ДОИ. И вот с 17-го года в издательстве Директ Медиа как раз очень стали присваивать, появилась такая возможность присвоения изданиям ЭБС идентификатора ДОИ. И даже студенческие работы, которые принимают участие в конкурсах, проводимых издательством, они и конкурсы курсовых, дипломных проектов ежегодно проводятся, они тоже получают идентификатор ДОИ. Это уже абсолютно бесплатно. То есть даже на свою студенческую, работу или сборник студенческих статей вы издаете и получаете, естественно, эти все вещи бесплатно. Ну и помимо того, УДК, ББК, ИСБН, регистрация в РЕНС, все это тоже можно спокойно получить, если вы издаете свою книгу в издательствах. Многие ЭБС, они связаны с издательствами, как университетская библиотека онлайн и издательством Директ Медиа. Свой префикс есть ДОИ. Префикс я вам прямо написала, какой присвоен. То есть это все официально. И это для авторов организации подписчиков, например, ЭБС, это абсолютно бесплатно. Если ВУЗ не является подписчиком, здесь надо уточнять по условиям. По-моему, тоже может быть бесплатная публикация. Ну и где-то месяца три, если у вас уже практически готовый контент, можно совершенно спокойно и все вот эти радости и прелести жизни получить вполне официально и быстро. Тут же ДОИ и СБН, и регистрацию в РЕНС. Тем более, что сейчас заморозили, ввели мораторий на публикации в Скопус и в Повсайенс. Ну, не так, я думаю, будут требоваться преподаватели. Значит, появится интерес к публикациям в изданиях, индексируемых в РЕНС. Начнет расти конкуренция. Вы можете издать не только же статью. В РЕНС индексируются не только статьи, но и книги, и диссертационные исследования. Поэтому сборники, поэтому через издательство это еще один способ для повышения своей публикационной активности. Ну вот, коллеги, и разгадали мы наш библиографический ребус. Мы узнали, к чему относится наша книга. Мы уже примерно знаем, что фамилия автора или название книги начинается на КАС. А вот если бы у нас еще был год издания, или у нас был бы ИСБН, мы смогли бы точно найти эту книгу. Я вам сейчас одну, еще одну штуку покажу, для чего нам знание ББК может пригодиться. Прямо один-один последний штрих. Попробую сейчас переключиться на показ экрана. Ага, вот. Каталог видно? Вот эту страничку электронного каталога. Просто поставьте, да? Ага, отлично. И вот смотрите, мы чаще всего пользуемся, когда ищем какую-то книгу, для чего нам нужны понимание и знание разделов ББК для более конкретного, скажем так, тематического поиска. Особенно, когда мы собираем материал для своих курсовых, дипломных проектов и прочих. Вот чаще всего мы пользуемся просто вот сюда, вводим какие-то слова, да, и находим по простым поискам. Есть еще хорошая штука, которой не всегда пользуемся, расширенный поиск. И вот здесь есть поиск по ББК. Вот меня интересует, например, все, что есть вот по той теме, по которой была наша книжка по библиотечному делу. Вот я код знаю примерно, я его посмотрела. Вот я нахожу библиотечная, библиографическая, научная, информационная деятельность, а мне нужно собрать материал по этой теме для там какой-то своей работы, статьи и прочее. И вот я смотрю, ага, здесь есть подразделение. Нет, меня интересует, ну вот это меня интересует, библиотечное дело, библиотека ведения. Выбираю его, да, раскрываю, смотрю, здесь могут быть более дробные деления. Не-не-не, меня интересует, в общем, все, вот это меня. Вот я его выбрала. Я могу выбрать год издания. Например, меня интересует не старше, там, с 2014 года. А могу и не ставить. И вот он мне выдает буквально моментально все, что проиндексировано в этом разделе. То есть все книги, которые есть в этой ЭБС по этой теме. Это же удобнее, чем по одной книжке искать. Или ввел ключевые слова, там, ну, тоже можно, там, поиск по ключевым словам, там, библиотека ведения, библиотечное дело. Попробуйте, посмотрите по выдаче, сколько он вам даст. Ну, при том, он может вам выдавать совершенно то, что не относится к вашей тематике, потому что эти слова могут находиться в содержании, эти слова могут находиться в описании, а может быть, только в заголовке. То есть здесь не всегда можно корректно. а здесь вот прям по теме, все, что относится к этой теме. И вот он мне выдает 105 документов. А теперь я говорю, нет, меня интересуют не все издания, меня интересуют по этой теме. Помните, у нас же был учебник, да, учебное издание. Вот, а сколько здесь есть учебников? И вот помните, у нас там было 105, а вот сейчас он мне показывает 29, но у меня еще стоят ограничения по году, если я его сниму, там будет 44. Вот 29 книг, то есть я могу регулировать поиск, добавляя или убирая фильтры в электронных каталогах. Вот, к сожалению, не всегда этим пользуемся. Я могу сюда добавить еще разделы ББК, да, и по нескольким разделам, например, по смежным найти, произвести вот такой вот тематический поиск. А если мы сейчас, у нас книга 2014 года, знаете, мы ее сейчас даже и найдем. Вот, сейчас сортировку по новизне сделаем. Это вам на примере только одной ЭБС, покажу, как это делается. Вот у нас идут в обратном хромологическом порядке. И вот они, 2014 год, не так много книг здесь нашлось по нашим метрикам, да, по нашим фильтрам. и вот мы видим, скорее всего, вот где-то одна из этих книг и есть, по коду ББК совпадает, по фамилии совпадает, вот, наверное, да, на К, вот здесь только один автор у нас, вот, либо это, либо это, либо это. Всего из трех книг. Смотрите, мы практически нашли книгу, зная только индекс и примерно авторский знав, но еще мы знали год издания, и вот хотя бы это нам уже с вами помогло. А если мы еще знаем ИСБН, так вообще мы все вот это можем миновать. Но даже если этого нет, хотя бы еще год издания, и вот мы уже можем найти книгу просто даже абсолютно закодированную до невозможности. И вот действительно, да, тадам, вот разгадка нашей тайны, действительно, вот эта вот библиотерапия, которую мы нашли с вами в каталоге самостоятельно, вот она и есть. Вот мы с вами ребус и разгадали. Мы прошли немножко другим путем, не как обычно от текста к индексации, а мы прошли с вами, познакомились с индексами, авторскими знаками, путем наоборот, от индексов к самому источнику. Ну вот, коллеги, на этом наша сегодняшняя экскурсия подходит к концу, к завершению. В следующий раз мы с вами попробуем погулять уже по классификаторам УДК, познакомиться, поиндексировать, может быть, даже что-то, познакомиться с тем, что есть в этом разделе. Ну вот, коллеги, не забудьте скачать презентацию. Мы на этом нашу сегодняшнюю прогулку с вами завершаем. Всем хорошего настроения, всем здоровья и до следующих вебинаров Директ Академии. Всем счастливо!